Верный А эти два попрошайки ходят только выпрашивать ягл Вот смотри сколько даю Не роняй, не роняй Ну, иди, ураган, иди, давай я вашу Ну, ну, постой Прям пальцы съедают Как они марину любят Выпрашивают, да еще друг за другом в очередь становятся Смотри, что делает Ураган Это заслуженный ураган, а ты там маленький еще Пороси Все пальцы обмусолили Вы же в помешке все Верный Покажи, это Павел, тут пчелы летают Специально притащил, это стады колхозные, заброшенные Это уже 40 лет никого нету Поставил, чтобы пчелы, которые рой летит, мог залететь туда Сколько залетал, не знаю Вот такое дело Они всю малину тут отберут Ищи, 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 на, вот, на, кушать Да что это в руки-то, вот Он не может понять, где она не пахнет, как бы колбаска висела Иди, иди, вот, на, кушать Вот, молодец Все, съел Ладно, ну что, поелся? Да Пойдемте, просят на благовестие поехать в соседние деревни Не знаю, время тоже, наверное, третий час Почему? Два еще нету А? Что, двух нету? Без десяти два Не знаю, я как-то не готов к этому Сам не знаю почему Я готовился с утра, чтобы поехать Время много надо, чтобы деревню обойти В каждый дом заглянуть Пригласить Ой, я поехал домой На него вырыл нож Вот он, видишь, как роет Вот так, в подвергой машинке все Вот так, в холодочек и лег Ох, шарики хитрые ты, а Вот как, смотри Он от втенечек вырыл, залез Каждый день помаленьку А тут мы работали, деревья валили И вот выпилили Тут видно, где вот дерево Вот дерево Вот оно упирается в землю А это сорочинное гнездо Может, кто когда не видал, как сорока делает Она делает не как грач У грача чашка и открыта всем ветром Нет, это она сверху загородилась И когда человек плохо крышу кроет Говорят, сорочинное гнездо И вот она такое гнездо сделала А теперь вот сюда загляни Вот сюда надо присесть Это вот мы ее выпилили Принесли домой Вот она сюда залетает Там она грязью все обмазала Заштукатурила Это у ней, ну, там только Туда коршун никто не залезет Она сильно клюется Все А потом там пушинки и прочее Это сорочинное гнездо Мы вот два дня назад, наверное, выпилили Притащили его сюда Со всех сторон можно увидеть Вот оно какое Вот оно как выглядит Я его маленько поставлю Вот с этой стороны Видно, что грязь Она замазала его там Шарик-то ничего этого не знает Он В конуру пошел шарик-то Вот Показать гнездо Потому что у меня гнезда разные Детям показывают Отдельно Осинное гнездо Шершневое Огромное шершенье Вот такие вот Колоды делают Вот Посмотрел, а у нас там на складе Листья Шарик-то идет ногой-то Видишь, как нормально Сегодня у нас 15 августа 2014 года Ну и пошел У нас там метелки нету А метелку еще попало не сделаешь Она ломается У нас есть акация Ее называют гороховик Она толще вот трех пальцев не бывает Ну я взял шарик И пошли в лес Там клен все затопил Может быть ничего и нету Вижу Люба Идет в тачку качать И что ты думаешь она везет? Она везет рамки Слышал мое Какое дело-то, говорит Я говорю, какое? Дальше она сама расскажет Идем с тобой Я говорю, я сейчас В лес ходу, приду Вот шарик Слышал, ногу дорезет Кто идет на ногой То еще поскачет по привычке Ножка-то у нее целенькая Он даже не прихрамывает Вот он как Доходи сюда Это любовь Александра Минаева Как я называю Есть женщина в русских селениях Вон ее застали Еще-то она там Огурцы в подол собирает Приблизь ее На днях к ней прилетел рой Несколько дней назад Рой пчелиный Она пчел-то и не держала никогда Гляди сюда И прямо подлетел под угол Сел, где у нее иконы Она говорит Где иконы Туда и мед пришел Ну она у матушки пошла Попросила рамки И уже улей стоит А я не знаю сейчас Пчел кто-то держит Или кто Матушка держит пчел или нет У нее тоже дикий рой прилетел Тоже дикий рой прилетел Дикий рой Вот он ее Подойди Что, рамки поставил уже? Эти с рамками стоят Все, теперь надо полностью Оформить улик Собрать, укомплектовать Почистить, помыть Смотри, приготовься Что же алебюта Ну пока они все любят А литок-то где у них? Вон там от дома Потому что они туда Они залетели прям под пол Прямо в дом туда Они под руби рои И туда Но вы бы не попали? Попали Я что и определила Выжил Ну сам рой залетел Под иконы Понять не могу Думать, что такое Одна, две, три пчелы А потом уже Это сама Ты, наверное, думала Мухи большие? Да нет Я вижу, что пчел Но понять не могу Дверь закрыта Откуда они попадают А потом смотрю Они между плинтусом И полом Щель И они туда Ко мне На свободу Вот такое редко У кого бывает Что это Сами залетели В избу И под икону Спрятались Вообще Они по росту одинаковые Но надо же Маленько побольше Молодец 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 Умница Умница Отработала Шарик метит Отработала Видишь, тебе друг Пришел Попроведывать Шарик стоит На четырех ногах Вот она ножка Облезла Она под Сморчем Ох, молодец Что умею, то и делаю Ну Куда бы ни бежать Ох, сюда рвет Сцепи Седу сюда Нет Только отпустишь А в первую очередь Его попроведают Рамки Вот привязала Вон, посмотри Сколько Рамки привезла Полностью Двадцать четыре Сейчас Все буду Ночью Сама поставишь У тебя сетка-то есть хоть? Да я поставлю Ночью А сетка-то где? Нету сетки Еще не купила Не купила У нас было Несколько сеток Я ночью, Игнать Тихон Вечером Когда они сидят Спокойно Я могу литок Закрыть Надо куряжку Теперь Медогонку Ну все Теперь надо Помаленьку Приобретать Вот какое дело Посмотри Вот это рамки Вот Ну что Это рамки-то старенькие Тут надо Новые ваще Да Это я все Сейчас буду чистить Убирать Это все Видишь Какая Мы-то выросли С пчелами Она уже три года Не занимается У нее все это Лежит Вот так вот У нас мать работала На колхозной Пасеке Вместе вот с этой Приезжает Геннадий Да-да-да С его матерью Работали А и дома У нас было 25-30 колодок Все время Своих Да тут Проблем не было С сахаром А мать Она только Вот это Хлебина Она медовуху Делали О, мужики Любили заходить А она когда мать Качает мед А бабы Оттуда идут Бабы Я мед качаю Вы там По два ряда Захватите Хоть по одному ряду По огороду Пройдите Ну а что бабам Протяпали Дальше С ребятишками Ешь Хлеб свой Холодная вода Меду было Фляги Все залито Вот прям залейся Сколько было меда Везде Какой-то экспорцет Подсолнухи Вплотную Были Ну у нас экспорцет Вот батюшки На поле Ниной Сразу Я говорю Володя Покажем Что Одинокая Женщина Сама к ней Счастье Идет И не какое-то У меня мама Когда я пришел В церковь А она С беспоповцев На улыбке И она Колебался Как Правильно Это вера Что священники Должны быть И она Вот это Акимова Вот это Иосифа Вот это Моя колодка А колодка У меня такая Получилась Я ее делал Медвежья Тяжелая Грубая такая Но она там Слабая семейка Мать говорит Залилась медом Только скачает Два-три дня Опять качать Приходится И она поехала И присадилась Керки Загадала на пчел Это конечно Неправильно Но Вот так было Пчелы Это Такая вот Это пример Всем нам Мед любят и медведя Муравьи И цари И простолюдины Ладно И в трудолюбии Пример для всех А заметь Молодец Зайди туда Чего они там На столах-то стоят Посмотрите Тарелка вон-то Громко Стоимали Отобьется Вон стоит Наполовину Стой Стой Гляди Наполовину Свешилась Гляди За стола Вон Смотри Леши Пока не сняла Больше половины Это все Женщины делают Так Часы готовые Упасть Весы Отодвинь-ка Ты что делаешь Нет Они хорошо стоят Хорошо стоят Они так же Хорошо и лежать будут На полу Так Посередке А в избе Тебя нельзя глянуть Как они там Ну-ка пойдем Еще что собачка Залили Я вот Оставлять не хочу Одного Так Ну я Сапоги чистые Шагу Да проходи Заходи Ну ходи там Сними Где она там была Комнату у нее Всю засними Половики Покажи какие У нее как На корабле Здесь в этом углу Под полом Они были А летели Вот у меня Я заткнула дырку Вот сюда залетали Ничего себе Она как специально сделана Ну Тоже как литок Да пройдите Да неудобно я там уже Да ничего страшного Я отсюда увижу Так Я говорю С под пола лезли Размер-то щели Как литок У пчел Да-да-да Маленький такой И куда они там дальше Прилепились-то Они летали здесь Вот все окна Все-все заполонили Я уж потом не знала Что делать Давай-ка звонить Батюшке Говорю Батюшка Я сейчас взлечу Он напугался Говорит Как взлетишь Что В баллон загорелся Я говорю Да нет Пчелы поселились В погреб Тот угол Где иконы И лезут Ко мне сюда Я не знаю Что с ними делать Я говорю Ловлю Выношу на улицу А все равно лезут Он говорит Ну я сейчас матушку найду И пришлю Вот она пришла Говорит Ты возьми ведро Шерсть зажги В ведро положи Вот как потеряевки живут С неба Счастье падает Буквально Медом Молоком течет А не корова Да мед Вот Ну я так и сделаю И они Через эту дырку Поздравляю Тебя с облевкой Поздравить надо Ага Ну-ка Владя Покажи Что у нее тут есть Посмотри там Какие подушечки Там у нее Сначала Покажи диванчик Да я показал Ну как царица живет Ну Да как Гуси-то куда девались Вот Гусиные подушки Ааа Вот какое у меня богатство Вот так тебе надо Каса все покажи Это я уже капусту замораживаю Сколько такая штука стоит 14 тысяч 14 тысяч Да где же их заработать В деревне-то Ну я же уже на пенсии Ааа А какая у тебя пенсия 9300 9300 А у меня 5500 Ну вот Почти половину Ааа Я все равно с этой То ты помидора Да Что другое Опять с этой Да как на Тихонович И я так же То что у меня есть Я даю А кто-то мне что-то дает Что у него излишки От вас получаю На руки А я пенсию даже не знаю Когда получал уже Вчера значит Ну вижу С телефона Деньги снимаются И все Я взял Записал Не звоню Я вообще не звоню Пошел разбираться Лена нашла Где моя там записана У Билайна 8-961-230-70-60 Посмотрел Оказывается 15 января Ко мне Подсадили Этого клона Как будто бы Я пользуюсь Услугой Как называется Эрудит какой-то там Эрудит какой-то там А Ну это у них Это Эрудит И каждый день По какой-то сумме Да И получилось Они меня сняли 1055 рублей Ужас За полгода 1055 рублей Сняли с меня Ни за что Я не просил Ни за что Я сейчас сказал Разведать там С адвокатом И буду подавать в суд Я говорю Вы мне вернете Вы связались не с тем А мы да Как только узнали Что с нас Мы сразу поехали И попросили Чтобы все эти услуги Отключили Что они мне не нужны Зачем мне ваше сообщение Что там Какие-то игры новые Появились Или еще какая-нибудь Тирангистика Оно мне это Совсем не надо Тем более Человеку 62 года Знакомство Замуж выйти Пожениться Вот такие вот Зачем Сюрприз Эрудита Зачем это все мне Знать не знаю Никаких документов Не подписывал Я однажды возвращаюсь Это года уже Четыре наверное назад А у меня Стационарный телефон Барнаульский 24 38 46 Я за год Вперед себя плачу Усверился Денег нет Я говорю Где деньги А как Вы говорили Там услуга Какая-то Такая Телефонная станция Сняли Я ее услугами Не пользуюсь Я позвонил Ну да Вы такого числа Говорили Я говорю Говорил Ну вот и сняли Так а о чем я говорил Мы говорили о лагере Условия лагеря Как принимают Какие вы мне услуги Давали Ничего и не было Ну знаете Вот мне то Она приедет Валентина Ивановна Там тогда с ней Говорит Ладно Дождался Пришла У них там Я ее не вижу Я говорю Вы с меня сняли деньги Верните их Это нехорошо В услуги Никакой не было Ну как же Вы же разговаривали Ваши сотрудники Разговаривали Говорили об условиях Детский православный лагеря Услуга Это в чем состоять Должна Что-то я получить Никак Я говорю Ну я не знаю Это да Я пошел Сразу два заявления В краевую прокуратуру И у ВВД края Как их растеребили Она уже через неделю Деньги перевела Мы ошиблись Вы простите нас А таких вот дураков Которые не догонят Так это не все А у меня прокурорта края Знакомый Они как растеребили Ну и последний документ Пришел Это организация Ликвидирована С регистрации снята Вот и все А я спрашиваю сегодня Брата Севастьяна Бауэра Это адвоката Я говорю Для них это урон Это большой урон Заново не зарегистрируют И прочее Потому что Это беззаконие Я говорю Если они мне не отдадут А это где-то Ленина 39 Билайн Получилось Что мне подарили телефон Он Марине Он на Марине числится А когда он сломался Мне другой купил Митя А симку-то тоже Ну а я никому не звонил У меня не на что звонить А почему вы не заметили раньше Потому что мне Кто-то переводит деньги И они то больше То меньше Я знать не знаю Они снимают эти-то А кто-то переводит И у меня сумма там и стоит Почти одинаковая А дома начал я вчера Каждый день записывать Вижу А сегодняшнюю ночь Утром встал Все на месте Мошенники Жулики Мошенники Ну если только они здесь не решат Я выше пойду Потому что у нас таких тысяч Это уже миллион Да Миллион человек Не можно жить за спасибо Ужас какой-то Даже и спасибо Они говорят Прямые эти пенсии Для меня тысячи до рублей Что-то означает Так она для любого пенсионера Значит В Москве большие пенсии А у тебя вот этот был раньше Ага Вот смотри что Глянь по мне Хозяйство какое Посмотри А ты что-то забил это А это так Так Сожги все это Ладно Оставляй Самые ценные Сливочки Мед Так ну пошли мы Тут вам видишь Какая всего морозилка Стягинка Затянула Тесно Вот А теперь все Надо Ты покупала лук-то Нет Это я вырастила Вырастила сама Да Ну надо Ты что-то Не поднимай Нехорошо Посмотри Какие срабы у них висят Чеснок Трава Чего только нет Легче сказать Что нет Надо же Господь послал пчел Он им указал место где Ага И я прямо тоже Я когда увидела Я потом-то уже думаю Что-то тут не то Вышла вокруг дома Мама мила А они вот они А когда пчел-то держали Мы возле лагеря Сделали такие стояки И на них колодки Две колодки И положили туда На богородской травке И прилетают пчелы И Павел брал Он нам бартером давал мед А колодку забирал Другую ставили Прямо к лагерю На высоте В смысле Это раи прилетали Раи А он себе забирал Я раями этими торговал Он нам мед даст Сколько и все Здорово Вот такое благословенное место Ну все Спасибо Христос Спаси Спасибо Христос Что прыгаешь Что прыгаешь Ну ка Шарик Пошли Пошли Прыгать не надо Вот он как Вот он как Вот шаг Вот так Посмотри на этот домик, как он выглядит. Это вот у нас смежные три территории, как я пишу, три усадьбы из части впритык. А вот это вот провода, наша электроэнергия идет в лагерь. Ну вот растут клены, по мелочи мы убрали. Убрали не меньше, как примерно 180 кленов. Ну вот покажи, где они вот есть. Он видно везде, потом по той стороне показать. А вот этот большой, если будет падать, вот это, а упадет на это. Вот Володя залез, сейчас он цепляет. Я ему веревку бросил, как лассо. Нужно, чтобы упало не на крышу, вот рядом крыша, не на провода. Здесь склад, тоже шикер разобьет. Все пока, засыпляй. Продвинем маленько, чуть-чуть еще. Ну хорош, хорош. Ладно, отступись назад теперь, пили. Вот такая работа, брат. А то не могут ли тут другие, может быть и могут. Но мне надо именно вот сюда ее заложить. Давай, пили. Должны быть веревки подходящие. Маленько надпиливай с той стороны, Володя. Чтобы излом произошел так, да. Наоборот только пилить надо. Да я знаю, я сейчас запилю. Да слушай, я могу потянуть на ту сторону ее. Как? Давай я туда уйду. Тебе пилить так удобнее будет. А как удобнее-то? Ну давай тогда так пили. Видишь, если так пойду, мне теперь надо веревку туда протаскивать. Она засыпется, не пойдет. Давай пили. Только пилить надо с другой стороны. Сейчас. Вот так ногой. Я под ногу, видишь, веревку поставил как? Посмотри, покажи. Вот так. Ногой тащим ее. Все, пошла. Все, все-таки провод задело. Но не замкнуло. Это уже немало, значит. Дальше некуда было тянуть. Она длинная. Ну все, теперь по мелочи отпиливай где. Вторую сейчас засыпем. Вот она, вон, лучше идет. Крючевка сделаем. Сейчас я ему брошу это лоскоп. Перепелся. От велосипеда, от старого нашел. От багажника. Так, подожди-ка. А эти надо, нет? Я сейчас во веревку тебе брошу. Вот за эту засыпешь, которую держишь. Это самое для нас такое главное. Так, держи. Тут вот эту маленькую убери. Вот это вот, Володя. Вот эта вот сухая. Хоть ногой толкнуть, хоть как. Она меня не даст бросать. Ты без рукавичек был бы лучше. Нет. Ладно, все, хорош. Держи. Сейчас, минутку. Держи. Лестница. О! Давай. Цепляй вверху. Сейчас, подождите. Ну-ну-ну-ну. Подождите. У меня ножовка тут. Это и пойдет. Маленько на крышу брякнет. Сейчас он зацепит ее как. Вот какая работа идет. То есть, слишком узкое пространство. Провода высоко. Рядом два здания. А наклон... За эту? Давай, да. По одной ветке будем отпиливать. По-другому никак нельзя. У нас же машины нет городской. Вот. Все, зацепил. Вот сейчас будем мы ее здесь... Куростать. Теперь главное... Правильно положить ее. А вот правильно положить, это вопрос. Абсолютно хорошо. Вот даже из-за веревки не дает она и упасть. Приготовься к следующему. А тут мы разделаемся. Клен абсолютно все заполонил. Вот растет, все смотрели, хмель оплетает его. И главное, крутится с разных сторон по-разному. И еще нельзя сделать. Вон, блин. Теперь выбрать надо. Сейчас еще дам. Лосо. Вот так вот мексиканцы работают. Ну, там лошадь бежит на скосу. Сравнивать не приходится. Ну, маленько похожая. Мы уже тут так и думаем, что что-то великое делаем. Если это каждый день, то... Легкий очень груз у меня. Бери. А потом, которые внизу просто так отпиливают, они уже упадут. Они ниже проводов. Это у нас главный Володя, скалолаз. А до этого Николай Кручина. Мы без него ничего не могли сделать. Так-то бы пилил, куда упадет. А куда упадет-то? Знаешь, Володя, я пойду на ту сторону, где удобнее туда тащить. Тут опасно провода. А, вот эту вот перекинь-ка вот мешает. Лишь засыпили там внизу. А, сейчас, сейчас. Давай, отпили их. Сережа, иди сюда. Так вот только для виду. Ну, ладно, не ладно. А вот теперь... О! Чё, вырвалось? Да. Ну, надо опять идти туда. Не досмотрел маленько что-то. Отсюда не забросить. Да-да-да. А если я заброшу на лестницу? Володя! Убери ее вот так вот. Во-во-во-во. Маленько отломи. Я как раз отсюда на тебя ее запущу. Сейчас, сейчас. Маленько вот этот пробег, чтобы тебя видно было. Во! Ну, хорошо. Держи ее. Сейчас, сейчас. Держи. Давайте. Взял? Нет. Не взял. Подождите, стойте. Стой, стой, стой! Она под ногами оказалась. Ловись на лестнице. Она ветка тут ударилась об нее. Ну, давай. Ну, в общем, вот так. Вот сейчас собирали теплицу. Обрезали со всех сторон. Все абсолютно опутано. Ну, из чего сделано-то? Стекла, дерево. Все отдельно. Вот вывозили это, покажи, из веток вал. Мы называем брустер. В рост человека. Мышильное царство будет. Подвалы. Тут два подвала. Сейчас не пользуемся. Бетонные. Покажи, загляни в оба подвала. С продушинами. И на спорящих покажу, где. Все. Все. Давай, пили. за два года два года не были сейчас выбирали ужас один ничего не сделаешься ладно до следующей работы оставь можешь показать склады зайти если будет какая длина столов мы поверни назад что за дерево этого дерева чтоб понятно было его ширина вот я остановлюсь а рядом что я с деревом представляется это ветла такая у нас растет видя вверху витя творечник дуплянку поставил вон она где и вон я склад кончается то все надо было готовить вот сюда вот загляни посмотри сколько стекла стоит это я на зертальные фабрики имел доступ через валу дупенкина и всех потеряю в тесном деле он там это это все стекло рядами стоит разного калибра я привез туда сколько я не знаю но наверно тонн 12 или 15 стекла и теперь кто приезжает мы будем закупать что-то не цельное стекло но очень прочное толстое и склад пошел показать этого два склада один для обуви тут старые велосипеды вот загляни по этим по полкам тут убираем из лагеря приезжают дети бывает нечего надеть он резиновые сапожки целый ряд лежит обувь одеть с собой там кому может бывает надо инструмент вверху раз два три четыре полки это надо было сделать все от дождя закрыть вот это скала склад метра два с половиной а вот это то где-то метров наверно 78 вот он такой высокий что понятно было покажу вам где-то это примерно так 7 это 73 40 ну примерно так три с половиной метра высота его и все нужно было сделать чтобы мыши нигде не попали на какие преграды это тоже чтобы мышь сверху спрыгнет она скатилась а здесь вот она скатилась она уже мышь пришла натащила из матраса или как-то трудно сказать где попадают матрасы отдельно выходе уже висит отдельно ваня не знаю сейчас видно или не видно это будет подушки фляги он она куда идет это летное училище размонтировали когда выше авиационное училище вот она покажи вот они шинели висят мы их постирали целый ряд шинели я могу водить батальон тут наверно кителя брюки фуражки армейские мне их дались это списанное все мы в городе постирали в пращечных повесили вот все это висит рядами поэтому когда говорим чтобы люди приезжали даже беженцы вот поверни назад это одни матрасы матрасы подушки у меня подушек кажется 120 было с меньше стало вот а здесь вот такая гражданская одежда детская вот приезжает бывает дети совсем никакие раздетые приехали даже платков нету вот это вокруг столбов чтобы мыши не попадали вот однако не доследили где-то прошли запасные холодильники стиральные машины вот сколько это что-то тоже такое в виде холодильника до этого три холодильника здесь да там три а там еще какие стоят я уже давно не знаю что тут есть отдельно книги сейчас будем дальше пилить и тащить а вот этот столовая я сделал большую столовую с братья или братья со мной стол ширина его не меньше как метр восемьдесят а для чего широкий такой много людей много на столы поставить а потом если чего матрас и положил спи поперек столов когда начинали строить потеряю куда-то был пустырь ничего не было люди приезжают от дождя негде спрятать я сейчас покажу еще вот это дерево свалим все целиком дерево никак нельзя ничего давай браток пили вот она как получается вот ногой тяну я рукой видишь как но зато уже на провода не упадет она в другую сторону и направляем вот это режет а нога терпит блог богу заставил и этот свечок третит но остальные потом речь сейчас когда этот отведешь сделаем и покажем сколько всего приходится делать делать а так ничего нигде не видно это заросшее было люди приезжают прежде приехали мать ребятишками ничего нету вот ничего нету совершенно только на ногах обувь мы их сразу одели готово делала одна четверо детей когда вы воде там посмотришь пойдем посмотрим это второй подвал детонированные стоп давайте попробуем сам то не упал бы сейчас мы пройдем я отпущу сделаем трекущий да это вот бахрома висит вот столы метров пять и ширина метр восемьдесят для чего чтобы принять людей но это шторки тут заказа как заколотили мы потому что ничего нету чтобы снег не надувал здесь чего только нет и медицинские сумки отдельный арсенал сеток ведь а разное то то военная какая одежда одеть у которого ничего нет он живет только говорится телевизор холодильник туалет но мы этим треугольником ты не завершаем жизнь вот у нас сколько всего здесь внизу еще там бывают и лодки у меня 4 лодки для детей потихоньку выйдем туда еще покажу это пошло просто попутно рассказать это вот наши зинейки для овечек а это для коров потеряете а во сколько сейчас они подойти должны время сейчас посмотрю подходящие как она 12 14 ну значит не успеем они попозже в час пригоняют вот это тайная была церковь церковь самое настоящее покажи сюда поверни какая глубина там остался посередке столб это делать приходилось ночами рядом прямо пастухи я делал один совершенно один в ночи стукну несколько раз и вылаживают люди проезжают на чтоб никто не слышал не знал а как а вот так вот здесь вот кусты были и барсущая нора и когда все сделал опять все замуровал посадил осталось босс барсущая нора и когда детей приводили то с разных сторон чтобы траву не примять и там молились я оставлял там продукты постель одна же прихожу все раскрыто барсук залез и начал хозяйничать кгб не нашло барсук нашел кгб нас не забывала всюду везде все проверяли но мы благонадежные граждане великой державы нет другой другой стороны на свете где так вольно дышит человек в подвалах он дышит вольно спрятанный там эту гнусную песенку как говорит солженицын заучили наизусть как он вольно дышит но мы не сдавались вот это склады с той стороны вот это баба бортовина вот посчитаю раз два три четыре шиферины с одной и дальше другой а он везде видят скворечники понавесил у меня в саду было сто двадцать три скворечника вот вообразить как это надо вот она столовая такая дальше проходим самое первое сооружение это вот это вот было когда еще потерявка не начиналось здесь ничем не выделялось и все просто растет и на барсущая нора и мне надо было пролезть и мы и расширили маленько там дальше открывалась дверь вот этих их учили в институте а нас они учили это большое дерево спилили оно опять отвлекло вот посмотри крест и дальше колючая проволока покажу там тоже он крест православный что-то наклонилась маленько вот это вот первое сейчас подожди маленько попью я угорел сейчас покажу первая землянка наша какая была у нас везде концерты от брата сергея любит вода что было не холодно а другому из колодца ну как пополам половина теплая вот заходить вот это из пластов сделано я не знаю твои это чем да да ладно вот пласты земли камышом посередке и крыша такая же палочки были забиты и потом поштукатурено шахтурина что саман египетское рабство и нам этого хватало вот дверь это все моя постройка пожалуйста тут хозяйство такое вот если зайти сюда палате тут можно было спать вот пожалуйста даже свет есть это моя печка я делал без моих рук нигде не обходилась на маленько просела а тут подвальщик сгнила и теперь почти ничего нету две полки травмате с 1 кровать здесь 2 там 3 открывать три человека могли здесь находиться даже зимой даже зиму видите все это верху облетела я спал наверху и тут проведен был он там балерина дергать и тут колокольчик я не знаю идем цахаря вот он вот он как раз подожди-ка и не упади не 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 рухи вот я там дергаю за этот за веревочку то видите как тут крест какой розетка вверху все это с нуля одна буйная крапива была ничего выжили балки то какие-то клен вот она слеги вот они видно где вот этот оторвался картон то а под картон то не видно было вот они ошкурен на дальше но дальше что он видом посередке глина он она где глина вот так жил русский человек ему никто ничего не готовил а здесь чтобы не они обсыпались вот где уровень земли вот настолько она в земле у по колено а остальное выше земли ну и все тут двойные окна пожалуйста дверь вешалка тут и фляги чем тут я не знаю чем-то но не спиртным а что тут и звездка все было человек должен довериться богу мы делали это все с молитвой к нам приезжали тут и адвентисты и баптисты у нас лище никто не были как у меня в лагере и цыгане были евреи немцы казахи греки из бразилии приезжали вот говорят вот вы как-то могли как и серафим саровский когда живой был к нему подходили люди говорили почему ты смог мы не можем это решимости не хватает решимости надо решимость просто выпросить у бога сказать с богом все возможен вот я здесь жил я здесь спал были люди вот она духовка тут готовили сейчас это уже живут они в таких домах то дома из кирпича из бруса и компьютеры там интернет выходят два раза в день даже выходим конечно от модема не так получается всегда пожалуйста по пол ты где насколько уж там поднялся маленько здесь все уже наверху а здесь инструмент десятки лопат ухватов и чего только нет это вот от военные палатки растягивать они мне дали у меня военные палатки есть я не сказал там надо разобраться еще палатку то не собрали вот так это тут был такой гавриил грибнев кажется он пласты помогал делал это подвал полуразрушение теплица вот сооружение даже можно попутно пройти чуть-чуть показать вот это все надо для себя прикинуть человек критикует там недоволен и везде туалеты растут живут туалет надо его выкопать корни деревьев значит приходится рубить прорубаться буквально вот это мы вот эти дни три уже дня возимся это клен все затопил посмотри какие кучи дров теперь а из них и на столбы пойдет он один и второй проси дальше туда я расскажу еще немножко это мы находимся потеряевка мамонтовской района алтайского края вот сюда где мы эти дни были говорят а что ты делал а почему ну а кто будет делать ну понятно возраст мой уже позволяет поменьше работать сколько куча какая одна такая вот отсюда она лежит другая боком вот приблизить его можно рукавичку то снял бы счет и так не давайте ли сниму и вы сколько тут посчитай деревьев то кучами кучами растут деревья вот подожди с брата сергея покажи тебе рукавички снимаю уважение ему как к репортеру пошли дальше вот это все куда все эти ветки вон она вокруг а там корову возвели бруствер ну ширина его там до трех метров потом осядет маленько это граница с соседом попутным какая интересная жизнь в общем то куда ни погляди везде твой труд твои руки здесь сделали несколько раз рушилась теперь вот туда заложены такие железные чугунные пластины внизу чтобы не проваливалась и вот рельсы найди рельсы пустынном месте нашли поставили теперь железные плиты вот она железо толщина то тут я не знаю миллиметра два больше на железе она ее не пошли лишь вот мышка залезла до сюда дальше некуда она не попадет это против мышей против грызунов вот посмотри как она на дальше дальше балки вот она где это привязана чтобы ветра не сдуло и тут у нас хранится мука крупа то есть все что нужно чтобы люди приехали от приехали только сразу спрашиваю а мука нужно сразу мешки крупы там всего скинула детского лагеря что остается здесь много помогают очень добрые люди государственные люди государственные перечислять всех просто невозможно много помогал директор это их ромов анатолий петрович патриот санкостроительный там кажется завод был горшков вячеслав григорьевич мэр города был баварин вот этот даже колганов с других мест ну и вот это вот сооружение подойдем туда с этой стороны покажи какой она чтобы она не знила не упала а тот пасынки называется закопаны она уже вся подняла упала бара привязана на мой брат павел помогал вот какие тяжи надо было сделать вот она обхватывает и тамошний стол притягивать на чем она висит то вся какие гайки да еще с контрагайками вот она там затянуто идем вот а вот она проходит сколько там полтора-два метра снова также рельса стоит и к нему она он висит на весу вот это сооружение городской человеку ничего не понимает тут приезжал архитектор города барнаула я не знаю какой это борщов борщов сергей николаевич я говорю ты посчитаем нет какой напор ветра может выдержать а это трехэтажное трехэтажное здание называется балерина аббревиатура балерина башня летние резиденция игнатия начальника там у меня спальня была отдельная часть это для голубей а то верху там людей принимать одни приехали такие и не могут пролезть и там очень узкое отверстие ну и пошла молва горит кто к ним приезжает в общину хочет они говорят взвешивать на весах сажают подпол и к потом через неделю поднимает если вес не соответствует режим опять подпол опускают но этого не было это уже придумка он зайди сюда посмотри этот первый этаж этой балерины это скрапива все и везде так как захвачено посмотри это павел все делал види вот как схватка на схватке внизу здесь скрутки это надо было просверлить такое-то большого-большого третий горбыль в каком месте как тут искусство то сколько приложено зайди туда пока покажи ну тут темновато конечно окошечки закрыты и не открыли даже нынче это склад старых велосипедов посмотри сколько им числа нету тут ребята только соседские попросили а нет еще не старики три велосипеда выкинул из них можно собрать не один велосипед а почему не ремонтируете сами во первых не умеем да и нету а при том мне велосипеды новые дают лидер я с такой шерстобитов кажется алексей петрович при въезде в барнаул очень добрый человек до лагеря дают и мне отдельно велосипедная мне же а это палатки вот военная палатка вот она танковая палатка вот мы делали это когда церковь только здесь в ней там ты там и молились это опять же вот они такие вот большие это для палатки в это военные палатки тоже то такие прорезиновые от арты и давала вот эти вот специально по заказу мне делала допустим двенадцать на шесть палатка закрыть вот из них как раз там лодки делают один ничего не сделаешь и когда приписывает одному человеку вот вы сумели ничего не сумеешь бог бог первую очередь бог а далее бог делает так что посылает добрых людей а даже залезть и сейчас залезем один раз покажу идем сюда да пришлось лазить от провода вот делать наверху я сам там лазил тут никого не пустил потому что молодой игры сорвешься и а так все делал павел вот это сооружение где это балерина а то лабос где продукты хранятся лабос там компот масло всем чё нужно говорят вы рассказывать а придут и ограбят да грабят и без этого кто не рассказывает вот показывайте свое сокровище какое сокровище то только по нужде а чтобы не ремонтируйте какая полка вокруг обходить можно было доски то как а там она кошечка это на моей постелью от комаров там у меня саркофаг а это вот у нас тестомет этот железные ящики охраню пшеницу для голубей это игорь барабаш дает мне а вот это вот тут завалено ее не видно ну видно только вот там вверху это мотор а вот это вот держа вот так вот не замесывает тесто то это вот форма это все люди делали там аксёнов павел петрович его работал в этом краевой администрации ну и он такой как бы знает он начальником работал по безработице где приходит биржа труда а потом там у человека нельзя определить так вот а он грубый ну может и ругается даже но деловой был конечно я скажу не ругайся мы знакомы с ним больше 30 лет и однажды я говорю сейчас не хватает у нас матрасов соломы набиваем хорошо бы матрасы были и муки муки нету так а тут рядом молодой человек стоит он так ты помирать думаешь тут сразу отшатнулся а лет 30 наверно а что такое так ты о душе то хоть маленько задумался хоть раз то все все дороже да да нет я стараюсь а видно что человек то хороший лопатин иван иванович он теперь в москве работает вот человек на меня пока от выйди в коридор поговорить что ему надо все дай он право то не имеет команды на видимо зачем-то пришел к краевой администрации города барнаула то а кто вы такой то я я начальник детского лагеря ну такой не государственного герта что вам надо я говорю матрасы у нас мы матрасовки берем и соломой набиваем и ищем по полям солома так можем от 1 купить можно да денег нету так мы купим а где вы я говорю это 150 километров от барнаула в сторону кулунды и вы поточнее проясните где я говорю ну 73 километр на мамонтово ехать и тут с вороток есть она тогда мы сами поставили не тогда еще и не было не хорошо и он не знаю матрасов 70 наверное в русске заказал а где-то шили в зоне в какой-то привез а муки сколько вам надо сколько я всегда думал 10 мешков это много глаза зажмурил договорю мешков наверно 25 а сам думаю вот ой 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 а еще 25 молодых мы и 40 завезем 40 мешков да я тут это сейчас я могу ошибиться маленьким сроках каких было так я тут озолотил всех и он ни слова притом делает с улыбкой радость и сам сухощавый такой думаю о если бы россия таких-то имела депутатами до которой не грабили бы да не лоббировали чужие интересы то одна услышала она нас я могу сейчас теперь уже буранова кажется на него покушение было и стреляли у нее иконка была и пуля попала в иконку и она про нас узнала и заехала сюда а завезла то такое там шоколады разные вот такое я бы нам это не надо нам надо грубая пища овсянка гречка то другое но я как уезжаю больше не могу приехала разгрузилась и дальше вот это вот у нас вот повешено что мешки там у меня бумага хранится ящики с гвоздями банки разные то банки банки стеклянные и поэтому и деревне когда нужно осенью раздаем вот эта держа которая вот эта рука у нее вот она смотри не буду открывать просто вот она и она там промешивает но то когда у нас две печи вот это трехфазный ток а там павел сделал счетчик вот включатель просто то тоже тут все как и все это зарегистрировано в органах было а сейчас мы этого не делаем тут трехфазный отключили вот а теперь на балерину пройдем я как раз покажу вот посмотри смешь пройти или нет у давно никто не был я не был трехфазный крапиву то не прорвешь вот так кто посмотрит ой прости я не тебя-то не хотел обидеть никак нельзя на тебя даже так что-то надо наступать вот здесь это рядом сбоку чтобы ну вот все давай потихоньку рукой держись стекло под ногами не наступи а вот этот натяжка была книзу за эти вот посмотри сколько стяжек то вот к этим это вот основная к ним привязана раз два три 4 5 стяжек только павел сделал это вообще сверх всякой меры и поэтому стал бы изгнили и они не падают стоят на этих опорах рядом столб он лишь все обрезали провода просто моих обрезали потому что провода теперь наши пошли уже не отсюда ток шел прямо со столба а теперь вот электрический ток идет прямо со скворечника там новый счетчик поставлены все регистрирует вот здесь не наступи только внизу потихонечку зайди вот смотри сюда этого тоже метр восемьдесят полка это я все выдумывал если кто-то приедет так вот а это вот лежат это зеркала зеркальная фабрика зеркала настоящие там шикарнейшие зеркала это вверху прибито чтобы мыши не попали туда алюминиевыми листами вот это палатки мало ли еще тут нету но вот интересно типография давала бумагу запасом я снабжал тут местные школы прокуратуру там суды больницы бумаги это не было когда самый раздрайта было у меня тут тонны это грохотов кажется владимир георгиевич где генеральный директор алтайской правды там прокопьев инженер все помогали вот сколько внизу еще осталось а вот посмотри вот у нас не подойдешь вот тут меня архив газеты разные 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 отечественное подписанное иногда переплетенное и написано архив игла игнатина для потомков хранить бессрочно если один на один сложить это в разных местах 16 метров 960 килограмм то есть вот газета ну пополам перегнутая как или комсомольская правда не перегнута просто вот она газета труд комсомольская правда и друг на друга так вот сложить пачки там другом складе есть 16 метров высоты это только для потомков я хочу чтобы люди знали истории своей страны увидели как что делается а там я сказал железные лари были везде для голубей я люблю голубей вот это архив так дальше поднимаемся вот здесь вот надо знать как зайти вот здесь вот у меня приехал один пузатый и не может залезть и никак пролезть и сколько ступенек раз два три четыре пять шесть ступенек покажи верху вот здесь везде набитые скобки за скобку и поднялся сюда поднимайся давай потихоньку не бойся там все прочно не упадешь давай-ка я тебе его возьму уходи вот так соленая потихоньку надо туда не держи это мы на третьем этаже находимся на третьем вот она здесь веранда вот мы на веранду зашли вот эти тяжи которые вот за балки держатся видишь как провалка где и там внизу запасынки вот тут можно посмотреть пожалуйста окрестность нашу вот смотри открываем она лишь наклонилась и поэтому вот туда вот где мы сейчас там были вот теплица вот эта самая землянка там володя его на деревья все еще лазит там опиливает а этот откуда электрический ток идет наш а он видать голубятня это отсюда голубят не покажи это голубят и номер один а там начать напротив голубят и номер два вчера мы ходили там кажется 17 голубей всего а этот гречневое поле игоря барабаша дальше видать дальше вам видно наша баня открыта склад а там велосипед стоит видишь как накрученная стена и горят а все здесь на этом участке но пустующе пока вот на этом участке я хотел построить бы два корпуса для мальчиков и девочек если бы нашелся человек который имеет деньги и хотел бы их для пользы дела для души настоящие здесь а лагерь там где находятся зарезервировать а здесь вот это лагерная территория если колодцы можно было сделать и все что хочешь тем более он дальше у нас колодец и вот проходи назад я а вот этот голубят не сейчас я закрою подожди-ка подожди поднимай кверху вот закрыли а это вот голубят не оттуда голуби уходит это вольер был все крыша раскрыта никто тут так просто стоит зарезервировано вот а вот здесь я спал это у меня спальня от комаров называется саркофаг вот тут матрас был все это марли дышать чтобы было видно а тут счетчик висел вот он где счетчик а вот веревочка где я дергал колокольчик а кто там думает колокольчик дергал ко мне его здесь нет нет вот так пойдем дальше туда посмотрим это вот тут у меня все здесь магнитофоны были тогда другого-то не было это вот самое необходимое вот здесь я на обитал тут приходили люди приезжали шинели вот они тоже висят вот она все зайдем туда где голубят не было здесь сколько здесь нагромождено зайди-ка посмотри вокруг там пчелы осы осы гнездо осиное вот это все гнездо осиное смотрите осторожно но тут много осы как раз вот она приближу к ним а тут шерш не были осы тут вот сколько ну и кого нету поэтому тут не не рассмотришь ну где-то здесь 25 гнезд было пять пород у меня было вот тут они здесь а там внизу опять же железный ящик с пшеницей ну и залез колонов и всех до одного в одну ночь порезал видео зашел как поле битвы но потом уже сделали вторую вот это настоящий дел попасть уже они не могут фонарик фонарик ну это надо смотреть он боже или него же еще батарейками надо заряжать батарейки кому надо возьмешь тогда вот она это вот показать как начинали с чего все начинали с нуля и делали это с радостью с благодарением богу так давай сейчас слазишь туда и уходим все на этом еще не закрывай похоже идем домой а